Всем привет! Меня зовут Ирина. И сегодня мы посмотрим, исполнится ли ваше самое заветное, тайное желание в новом году. Итак, давайте посмотрим сначала, чего же вы желаете, чего вы ожидаете. На что вы настроены. Итак, ваш внутренний настрой. Ну, вы ждете победы, карта маг, да, вы рассчитываете, что Новый год принесет вам ощущение стабильности, успеха, возможно, рост какой-то принесет, да, продвижение очень весомое в делах. Вы ожидаете такого крупного результата, крупных достижений, надеетесь именно на разрешение полноценное всех вопросов, да. Ну, конечно, есть где-то в глубине души состояние такое, ну, отчаяние, может быть, да, вот по карте повешенной, когда человек, ну, в каких-то рамках находится определенных, когда ты вот испытываешь безысходность от того, что не способен управлять обстоятельствами. Ну, вот это присутствует у вас сегодня. Вы понимаете, что в некоторой степени вы пленник, либо пленница тех обстоятельств, да. Вас вынуждают люди, либо обстоятельства принимать сегодня то положение дел, которое есть. Десятка кубков. Карта хорошая. Карта говорит о замечательном конце, об весьма успешном завершении вот этих всех насущных вопросов. Конечно, та ситуация, которая вас сегодня беспокоит, она быстро не завершится. Всё-таки карта повешенной – это карта длительного времени. Здесь надо потерпеть, подождать. И, в общем-то, ну, конечно, предпринимать какие-то действия. Карта мага, она активная карта. Сохранять спокойствие, прежде всего, внутреннее. Вот в этой ситуации сохранять внутреннее спокойствие, такое олимпийское спокойствие. Это вот самое лучшее, что сегодня вы можете сделать в этой истории. Потому что изменить что-то вы не вольны. Просто настройтесь на будущее. Настройтесь на тот результат, который нужен вам. Это уже много. На исход ситуации я вижу благополучной для вас. Просто эта ситуация у вас, конечно, отнимет очень много нервных, да, нервов, да. Неприятная ситуация, конечно. Но, но. Сохраняйте спокойствие. Да, удача будет на вашей стороне, однозначно. Вижу по семерке мечей, что очень несправедливо себя ведет человек, некрасиво себя ведет. Как будто уходит от ответственности. У вас трудности в отношениях с кем-то. Вы пытаетесь отстоять свою, вы пытаетесь какую-то правду свою, ну, скажем так, внедрять в пространство этого мира. Вы боретесь за что-то. Здесь какая-то борьба, возможно, идет. Борьба, борьба. И ваше главное желание на сегодня – это завершить это все, чтобы это все закончилось. И завершить это все, оставаясь при своих сильных позициях. То есть вы уверены, что вы правы. Но это, в общем-то, уже половина успеха, да. Когда мы четко понимаем, в чем наша состоит задача на будущее, в чем мы правы, когда мы готовы себе признаться в том, что в этой истории совесть наша чиста, то это гарантирует, в принципе, уже успех. Потому что высшие силы, они видят, что происходит на самом деле. И да, справедливость часто затягивается. Процесс суда Вселенной, он бывает сильно затянут. Но не в вашем случае. Не в вашем случае. Здесь удача будет. Здесь вы отвоюете. Вот то, что война будет, это 100%, но вы отвоюете свое. Очень много карт идет, указывающих на благополучный исход. Видите? Мак, Туз Пентакли, десятка кубков, карта Император. Ну, конечно, это человек, который четко поставит задачу, который будет иметь аргументы, который уверен в своей правоте. И он достигает результата. Всего лишь две карты здесь, которые идут в пользу вашего противника, вашей стороны, вот второй. Все остальное – это то, что касается вас. Это позитивные энергии. Это энергии действенные. Это очень хороший настрой. Это грамотный подход. Вы как бы зажимаете в кольцо своей мощью энергетической, своей аргументацией. Зажимаете в кольцо вот этого недоброжелателя. Вы не даете спуска, как будто бы, да, в другой стороне. Ну, я говорю, вы свое получаете. Вы свое получаете. Здесь человек или кто там, люди, какая там страна у вас воинственная, они остаются в пятерке Пентакли, то бишь, ну, скажем, в такой позиции, когда человек вынужден принять ваши условия. Здесь очень похоже на какие-то судебные разбирательства, и вы пытаетесь отстоять что-то свое. Либо здесь конфликт какой-то произошел, но конфликт такой достаточно серьезный, я бы сказала. Здесь на кону стоят материальные ценности, либо что-то, что для вас очень важно. Очень много Пентакли в их карт, поэтому я про финансы здесь тоже не могу не сказать. Хорошо. Давайте еще расширим расклад и посмотрим, все-таки, каким путем вам удастся переломить ситуацию. Каким путем? Ну, каким. Знаете ли, решительным действием. Только решительным действием. Только четко установленной позиции своей. Да, вот вы для себя установили позицию, я пойду этим путем. Вот этим путем идите. Ваша внутренняя уверенность в себе, ваше стремление все-таки установить правду, все-таки получить свое, либо вернуть себе что-то свое, вот это вас настроит. Это позволит вам достаточно четко, логично излагать свои интересы и то, что вы хотите достичь вообще в этой работе, в этом проекте, в этом вопросе. Ну, вот видите, что здесь? Здесь как будто вы вынуждены что-то прервать, вы вынуждены пойти другой дорогой, вы вынуждены посмотреть на что-то другими глазами. Здесь как будто бы время показало, что те обстоятельства, которые вы рассматривали как нечто благоприятное, вдруг оборачиваются для вас вот такой возможностью вернуть что-то себе. То есть вы понимаете, что человек пользуется вашим ресурсом. Вы больше, конечно, не хотите этих отношений. Вы хотите как бы этого человека вообще из своего пространства раз и навсегда выбросить. Здесь вынужденный уход от чего-то, вынужденный отказ, но как бы отказ не так просто отказаться, не так просто разрешить все в этой ситуации, не так просто выйти из этих обстоятельств. Вот что. Не так-то просто. Как будто вас удерживают, удерживают что-то, что-то, что вы хотите получить назад. Ну хорошо, через что вы-то получите? Через что? Ой, победа вам падает. Победа через партнерский союз. Через партнерский союз. Вы настолько объедините с кем-то свои усилия, вот две мощных энергии объединяются для того, чтобы кому-то сделать башню, чтобы кому-то нанести удар. А у вас другого выхода нет. Вы пытались по-хорошему с той второй страной как-то взаимодействовать, но ничего не вышло из этого. И вы сейчас вынуждены нанести удар. Либо сейчас, либо в будущем это произойдет. Ну вот, скорее всего, даже в будущем удар этот произойдет. Вы устроите башню. То есть, понимаете как? Здесь обмана очень много. Там, где много обмана, но очень трудно найти правду. Очень тяжело вывести обстоятельства, что называется, на чистую воду. Трудно. Трудно человеку предъявить какие-то факты. Трудно применить законодательство, например. Тоже трудно. Потому что изворачиваются, потому что постоянно находят какие-то лазейки. То есть, надо искать какой-то более работающий вариант. И вот вы найдете, башню устроите. То есть, вы подведете человека к такому, что он не сможет отвертеться. Человека, либо людей, в зависимости от того, с кем у вас там вот такие отношения сложные. Вот вы подведете этих людей к ситуации, когда они будут вынуждены, собственно говоря, признать ваши преимущества и вернуть вам ваши. Ну, если ситуация была такая, что вас что-то украли ваше, присвоили что-то себе. Либо владеют чем-то вашим незаконно. Здесь вот идет ситуация об установлении справедливости. Вот это вас волнует сегодня. Вот это вас беспокоит очень. Вы понимаете, что лгут, что обманывают, что изворачиваются. И что трудно будет все это доказывать. Но вы по этой дороге пойдете дальше уверенно и устроите башню своим врагам. После этого ситуация примет совершенно иной оборот по карте Паш Жезлов. Совершенно другой оборот. И вот оно, ваше желание исполняется благодаря, опять же, какому-то человеку. Иерафант, человек, который компетентен в ваших вопросах, человек, который настроен действительно вам помочь. Человек-друг. Человек-союзник, который вот на вашей стороне. Вот видите, вы вот без этого человека не сможете эту ситуацию разрешить. А если, например, у вас такая история, что долг не хочет кто-то возвращать, да, либо какие-то вопросы касаются законодательства, нанимайте адвоката, пользуйтесь услугами юриста, обращайтесь в суд, да, вот об этом. Потому что ваше ожидание, оно не приведет ни к чему. Ни к чему не приведет. Ну, по итогу, по итогу, что будет карта солнышко. Карта солнца и успех. Ну, успех по двойке жезлов в купе с кем-то, да. В купе с кем-то. Вдвоем будете успех праздновать. Карта солнца. Не знаю, что еще здесь спрашивать у карт. Мне кажется, все понятно. Здесь как-то ситуацию как таковую не хотят раскрывать нам карты. Здесь просто вам хотят сказать, что все для вас завершится позитивно, да. Видимо, вы настолько переживаете, что Вселенная не хочет нам сейчас показывать вот все тонкости происходящего. Она просто вам доносит информацию в виде таких карт, как Солнце, туз Пентакли, да, туз Мечей, звезды. Что все у вас замечательно будет. Да не переживайте вы так, да не нервничайте вы так, да. Но приложите усилия для того, чтобы эту ситуацию вывести на какой-то более высокий уровень, то бишь подключить человека, знающего, компетентного. Ну вот такой расклад. Надеюсь, что информация была вам полезна. Карта суд у меня еще выпадает. Вот у кого-то действительно здесь суды идут, какие-то трудности именно юридического формата. Да, здесь тройственность такая присутствует, когда, ну как бы два человека и какой-то обман еще присутствует. Какой-то финансовый вопрос здесь. Кто-то кому-то должен, кто-то что-то недодает, кто-то что-то присвоил чужое здесь. Здесь вот какие-то идут разборы полетов. Для вас закончится это все более чем благополучно. Да. Надеюсь, что так и будет. А это обязательно будет. Если карты сказали, значит, это так и будет. Не переживайте очень сильно, не нервничайте. Действуйте, действуйте грамотно. Все. На сегодня все. С наступающим Новым годом всех. Надеюсь, что настроение у вас хорошее. Тем более, что расклады у нас позитивные сейчас идут. А на сегодня я с вами прощаюсь. И надеюсь, что мы с вами встретимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok.